Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас видео о покупках и как всегда составим комплекты. Если вам это всем интересно, то продолжайте смотреть. Итак, первая вещь, которую я хотела бы вам показать, это вот такой вот жакет с сайта Shane Side. Это на сайте бестселлер. Как я понимаю, я кучу раз видела его в интернете, на блогерах, в примерах гардероба и капсул. Цвет у него персиковый, хотя на сайте он больше похож на бежевый. На сайте тоже очень много отзывов, фотографий, если пройдете по ссылочке внизу, можете посмотреть. Знаете, для нашего климата, когда летом необходимо часто бывает что-то накинуть, когда подул ветерок, когда вы часто гуляете на свежем воздухе и когда вы мама, когда вы только родили ребеночка, предположим, если вам необходимо какие-то недостатки и фигуры скрыть, то это именно то, что доктор прописал. Ну и давайте посмотрим некоторые комплекты, которые я планирую составлять с этим жакетом. Итак, первый комплект, который напрашивается сам собой, это конечно же белая майка или белая футболка. У меня майка из магазина Твое. Добавим сюда небольшое украшение. Знаете, украшения здесь могут быть совершенно любые, также как какие-то подвески, цепочки, крестики. Все будет смотреться очень хорошо. Сюда же добавляем на жакет, на белую майку и, ну и конечно же, оденем сюда джинсы. Сюда же я добавляю обычные классические синие джинсы и получается очень даже неплохой комплект и на прогулку, если вы понаденете какую бы то ни было обувь на плоском ходу, лоферы, сандалии и так далее. В принципе, сюда можно и одеть какие-то яркие лодочки или бежевые лодочки. И тоже будет смотреться очень хорошо, стильно. Мне лично такой комплект очень нравится. Следующее, что я предлагаю попробовать, это топ. Это топ с магазина Зарина. У меня очень много таких топов разных цветов. В следующем видео я покажу еще свои новинки из топов из этого магазина. Ну, в данном случае это бежевый топ, он немного синтетический, но именно такая ткань в данном комплекте мне очень нравится. Сверху оденем жакет, добавлю украшение. Сюда можно украшение не только под горло, также хорошо будет смотреться какая-то вытянутая цепочка, либо цепочки в несколько рядов, так как сейчас модно. И сюда добавлю джинсовую юбку-карандаш. Топ я заправлю и немного выпущу. Добавлю бежевые лодочки. И, по-моему, тоже получается неплохой комплект для похода, либо куда-то в кафе с подругой, в кино или на работу. Так, ну еще один комплект, такой немного конфетный. Возьму эту же основу, я добавлю сюда украшение. Это украшение сайта Алиэкспресс, о нем я вам уже рассказывала. И я добавлю сюда вот такие вот брюки. Это брюки моя обновка с магазина Зарина с распродажей. Следующее видео будет о этих покупках. Также я там купила голубой топ такого же цвета, я думаю, сюда тоже замечательно подойдет. Плюс бежевые лодочки. Ну и также, в принципе, можно носить с бежевыми сандалями, которые я вам показывала в предыдущем видео про обувь. Вот так вот. Ну и, предположим, дальше, чтобы не уходить уже слишком далеко, и мы можем добавить сюда, предположим, джинсовые шорты и сандалии. Добавив какое-то яркое украшение, здесь на ваш выбор, вполне, в принципе, можно носить и пластик. Джинсовые шорты, сандалии, либо какие-то цветные джинсы, и, по-моему, будет достаточно неплохой по комплекту на прохладный летний вечер. Так что штука очень универсальная, очень советую, очень понравилась, очень хорошо и легко комбинируется в комплектах, добавляет им какой-то такой небольшой изюминки. И идем дальше. Следующая вещь, которую я приобрела, это просто моя любовь, я думаю, будет этим летом. Это вот такой вот топ. Да, девочки, это не ночнушка, это топ в бельевом стиле. Знаете, мужское мнение по поводу вот этого топа, где к этому трусы, да? То есть, когда я сказала, что эта вещь носится на улицу, носится с джинсами, и вот так вот, как она есть, бровь многозначительно была поднята вверх. То есть, девчонки, вещь классная, вещь очень интересная, вещь запоминающаяся, вещь очень женственная и интересная, бельевой стиль в этом сезоне в моде. Конечно, если бы я нашла вот такого вот плана платья, да, то это было бы просто потрясающе, особенно с каким-то кардиганом, либо лодочки, либо вообще какая-то грубая обувь. То есть, бельевой стиль тренд. И это топ из магазина Intimissimi. Качество замечательное, так как, в принципе, этот магазин славится своим качеством. По ткани это натуральный шелк. К телу, конечно же, безумно приятная штука. По нюансам, к этому топу необходимо подбирать белье, которое идеально соответствует вашему тону кожи. Сейчас, на данный момент, для меня это небольшая проблема, потому что я более загорелая, чем обычно. И белье под этот топ еще мне необходимо приобрести. Что могу сказать по поводу того, с чем носится эта вещь? Конечно же, она носится с джинсами, наверное. Это первое сочетание, которое напрашивается. То есть, это могут быть либо сандалии, либо лодочки. И обычные классические джинсы. Джинсы нейтрализуют, скажем так, эротизм этой вещи. Она не смотрится вульгарно. Сверху замечательно будет подсмотреться кардиган. Я добавлю вот такой вот кардиган. Это SideShineSide. Вы можете добавить к подобным вещам абсолютно любой кардиган. И, как вы видите, такая несколько леглиже этой вещи уже перекрывается. Добавим сюда джинсы. И вообще все выглядит, по-моему, очень даже органично. С лодочками очень женственно, очень нежно. И, на мой взгляд, очень модно. Далее, с чем еще можно носить подобный топ, помимо как с джинсами кардиганом, а также без него, это, конечно же, костюмы, жакеты, то есть, если одеть под низ. У меня, к сожалению, нет жакета. Я собираюсь приобрести. Но у меня есть жилет. Это жилет с сайта Алиэкспресс. Ссылочки на видео с этим жилетом я оставлю внизу. То есть, мы сделаем вот так. И вниз можно добавлять, как и любую юбку-карандаш, белую юбку, цветную юбку. Здесь можно поприкладывать. Добавлю сюда классические брюки со стрелкой. Добавляем шпильку и получается, по-моему, очень даже красивый вариант из украшений. Я бы, наверное, к таким топам советовала жемчуг. Натуральный или искусственный. Но, мне кажется, именно здесь он будет смотреться очень органично, очень женственно и как-то благородно. Ну и, конечно же, классический вариант на лето. Это вариант с шортами. В шелке будет однозначно очень удобно. Но это поинтереснее, чем обычная маечка. И из украшений я бы сюда добавила серьги. Так, следующая вещь, которую я хочу вам показать, это вот такое вот пончо. Я понимаю, что цвет не весенний. У этой вещи я ее приобрела на распродажу, по-моему, в марте месяце. Как-то не получилось еще пока в этом сезоне относить. Но я думаю, что осенью я это все... Я думаю, что осенью я это все нагоню. Пончо мне очень понравилось. Цвета мои, цвета синие, цвета именно такие, какие я люблю, которые мне идут. Обошелось это пончо. Мне в 700 рублей, девочки, ну нельзя было просто пройти мимо. К тому же пончо я давно хотела. Вообще, в принципе, за такой отрез материала, да, я даже не сошью, наверное, пончо за такие деньги. Пончо вообще очень универсальная вещь. Очень модная была в этом сезоне. Она очень необычная, с ней можно создать массу интересных комплектов. Носить пончо можно не просто вот так, да, его можно перекидывать через плечо для того, чтобы было теплее. Его часто носят с поясом. Поясом можно как бы зацеплять все пончо, либо поясом можно соединять, допустим, либо какую-то одну прядь, одну половину пончо спереди, либо две. Тоже будет очень красиво, будет формировать силуэт, немного стройнить, поскольку, ну, как бы, мне это необходимо. И пончо, я думаю, мне в этом очень сильно поможет. Так, по комплектам, что бы я хотела с ним составить? Буду комплектовать из тех вещей, которые я вам уже показывала. Значит, я возьму обычную яркую водолазку, да, мне кажется, здесь цвета должны быть такими яркими и насыщенными. Один наверх пончо. То есть это вот, в принципе, еще, как у нас погода плюс 15, то я еще, я думаю, его поношу. То есть вот пончо. И добавлю сюда классические темно-синие джинсы. На ноги у меня будут лакированные влоферы. По-моему, вместе все будет смотреться очень интересно, жиренько. И в парке я буду смотреться хорошо и чувствовать себя очень комфортно. Так, конечно же, сюда можно добавлять какие-то более легкие, насыщенные по цвету свитера водолазочки тонкие. У меня это вот такой вот винного цвета с магазина Страдивариус. Я вам о нем уже рассказывала. Украшение это Алиэкспресс. И сюда же добавим, предположим, юбку-карандаш джинсовую. Это магазин BeFree. О ней я тоже вам рассказывала. Получится вот так. На ноги, я думаю, либо должны быть ботфорты, либо бордовые, может быть, черные. Также плотные колготки с ботильонами тоже будут выглядеть хорошо. Но я планирую приблизительно вот так вот ходить на работу, когда выйду с декрета. Мне кажется, я буду себя комфортно чувствовать. Так, ну и последний комплект с этим пончо. Я взяла коричневый свитер, очень приятный к телу. Это магазин Zarina. Сочетание здесь шерсть-кашемир, поэтому очень приятный, очень теплый. И я добавлю сюда классические синие брюки. Это магазин Fun Day. Я думаю, что здесь обувь и на каблуке, и без каблука будет смотреться замечательно. Вообще, для выходного, осенью, либо весной, когда еще такая пасмурная погода, я тоже думаю, будет достаточно комфортно. И сюда также подойдет мой ярко-синий свитер такого же цвета. То есть, очень довольна этой покупкой. Думаю, что очень удачно, и мне она пригодится. И так, это первая часть покупок, которую я хотела вам показать. Я надеюсь, вам понравилось. Если да, поддержите меня пальчиками вверх. Подписывайтесь на мой канал и ждите следующего видео о покупках. Тоже будет интересно. Пока-пока.